Спасибо! 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 Крики спасибо и улыбки на лицах. На официальное открытие моста через Тенарку собралось всё село. В населённом пункте проживают 257 человек. И для каждого мост жизненно необходим. По нему ездит школьный автобус, машины скорой помощи и доставляются продукты. Мост, конечно, очень шикарный. Мы благодарим строителей, те, которые помогали с утра. Пока просыпаешься полшестого, они уже стучат, работают. Вообще молодцы. Прям большая благодарность им за это. И у нас, конечно, две радости большие. У нас в этом году провели газ и сделали ещё мост. Построили переправу за три месяца. В апреле старый мост серьёзно пострадал из-за паводковых вод. Под особый контроль ситуацию взял глава региона Алексей Русских. Тогда было принято решение о строительстве новой переправы. А на время работ в село люди добирались по объездной дороге. Обошлось строительство в 24,6 миллиона рублей. Старались максимально короткие сроки просто сделать. И как это наиболее выгодно. Поэтому, в принципе, я считаю, что мост получился очень удачным. Восьмиметровая ширина, общая длина его 28 метров. Сам мост 18 метров. Это намного лучше, чем было до этого, конечно. Кроме моста в Тенарке в Ульяновской области есть и другие объекты, требующие обновления. Из 550 мостов 68 нуждаются в ремонте. Большинство из них построены 40-50 лет назад. Мною была поставлена задача провести обследование всех этих 550 мостов. На сегодняшний день, если обследованы, дефектные ведомости у нас составлены, то есть программа федеральная. Она является продолжением программы «Безопасные и качественные дороги». Мы в ней будем участвовать. Будем и свои региональные средства привлекать, ну и, конечно, по максимуму будем привлекать федеральные средства. Минтранс возьмёт эти мостовые переходы на контроль и представит предложение по устранению недостатков. Так, в 2022 году начнётся обновление девяти мостов. Анна Тищенко, Управда ТВ.